Ретроградная Венера. Поговорим о ней. Венера – это планета любви и удовольствия. Ретроградность планеты означает, что с точки зрения наблюдения на Земле, если смотреть в телескоп, она движется в обратном направлении, как бы пятится назад. Этот период несет, естественно, свои последствия. По мнению астрологов, могут быть довольно, причем, серьезными. Итак, Венера бывает ретроградной реже, чем любая другая планета. Примерно 41 день каждые полтора-два года. Это делает ее влияние очень сильным на нас. Ретроградное движение Венеры вызывает торможение и застой в делах, которыми она управляет. Венера же отвечает, как известно, за отношения, как романтические, так и дружеские. А также за материальные желания, деньги, одежду и продукты питания. А также за все, что связано с телом. Это относится и к внешности, и к любым сферам искусства. Ретроградная Венера немного отличается от ретроградного Меркурия, потому что планета любви естественным образом вращается в противоположном направлении от Земли. Если бы вы жили на Венере, то увидели бы, что Солнце взошло на западе, а село на востоке. Чтобы вам было понятно. В общем, Венера, как истинно настоящая девушка-женщина, любит обижаться, фыркать и отворачиваться. И в период ретроградной Венеры многим захочется освободиться от оков отношений и обязательств. Это означает, что количество расставаний будет больше, чем обычно. Но не стоит принимать поспешных решений, если созрели для разрыва отношений, то сделайте это лучше, когда цикл ретроградной Венеры закончится. И еще, решая, что делать, используйте свою интуицию. Этот ретроградный период приносит нам что-то новое и просит полагаться на свои ощущения, как никогда раньше. Так как Венера частично отвечает за финансовые аспекты, то могут наступать ненужные траты. Ведь она же женского пола. Ретроградность подходит для продажи ненужных вещей, залежавшихся товаров. Поэтому давайте лучше продавать, чем покупать в этот период. Венера отвечает и за стиль, моду, красоту и страсть к переменам. И во время ее обратного движения многим наверняка захочется что-то в себе изменить, перекрасить, поменяться, сделать какие-то бьюти-манипуляции. Но они могут разочаровать. Поэтому также повремените с этим. В этот период, общий период ретроградности Венеры, может быть труднее нам с вами зарядиться энергией любви. Но мы можем компенсировать это, полюбив самих себя еще больше. Используйте главный урок этого всего ретроградного периода планет. А именно понять, как мы любим на самом деле, кого мы любим на самом деле, и каковы наши истинные на самом деле ценности. Продолжение следует...